Старшую педагогическую деятельность у меня более 35 лет. Я подтвержу слова, как вы зовут Лианочка, подтвержу слова. Дело в том, что после института я год проработала в колонии для малолетних преступников, а потом, поскольку детей в детский сад не брали, я пошла работать в детский сад. И на 7 лет была воспитателем, старшим воспитателем, потом директором детского сада. Так вот, это было примерно, сейчас скажу, примерно 30 лет назад. И я вам скажу, что под моим руководством был громадный четырехэтажный детский сад, и я была в системе дошкольного образования и никогда не вставал вопросу мне говорящих в детях. Такого вопроса даже не было. То есть я от 0 до 7 лет, я видела детей 7 лет, и такого никогда не было. А последние 7 лет я предприниматель, у меня есть собственный детский развивающий центр, юго-студия Варенька, который до сих пор работает в Новые Охты, там последний год я там не преподаю. Но эти последние 7 лет, поскольку я там работала, была и директором, и сама работала с детками от 0 до 7 лет. Ко мне стали обращаться мамочки, дети которых не говорили в 5, в 6, в 7 лет, в том числе и чеченские дети, то есть это не имеет национальности эта проблема. И дети, от которых отказались логопеды, логопеды, когда они приводили, они говорят, мы только будем 4 месяца знакомиться с вашим ребенком, а ему уже 5 лет, уже никто не хотел брать. Вот, сказала Лиана, они обычно не хотят логопеды брать, таких неговорящих детей. Стали обращаться дети, с которыми вот неврологи, все препараты на них, которые медицинские можно было проверили, и вот таких детей. Я не знала, что с ними делать, я же не логопед, я учитель. И первый ребенок поступил Никита, ему было 5 лет, он не говорил даже мама, представляете, да? А поскольку их масса, их просто огромное количество, вы их поскольку не сталкивались, вы, может быть, не замечаете, их очень много. Их просто... Я потом стала отказываться, потому что я не могла, это очень трудно. Я же не так занималась, я в штанах, босиком, в майке, течет пот по спине, когда с такими детьми. У них, у этих детей речевой негативизм. Они не хотят говорить в 5 лет, все, они уже не хотят. И, понимаете, никогда им говоришь, из Сургута привезли ребенка домой, я два часа, я говорю, пока не скажет, дай, слово дай, мы не будем давать ему пить. То есть я действовала просто антипедагогическими методами. Я не логопед и не дефектолог. Ко мне привели, и я думаю, как его разговорить, как? Они говорят, сделайте что-нибудь, мама чуть ли не на коленях, пожалуйста, 5 лет не говорит, сделайте что-нибудь. И я своими какими-то интуитивными, опыт педагогический, своих воспитала, кучу детей, да, и я своими антипедагогическими методами, молитвой, массажами, вилкой по языку, по всякому, кулаком по спине, кидала мяч, просто, понимаете, разными, я не буду сейчас говорить, чтобы у вас не было, и у него крючило, корежило этого ребенка на моих глазах. Мама сидела, плакала, я сказала, не давать ничего, пока не скажет, дай, позвать сюда бабушку, маму, дедушку, всех позвать, всю семью. То есть, понимаете, вот таким способом, чтобы никто не давал даже ничего пить, пока он не скажет, дай слово. Такими методами, и по крайней мере, вот Никита сейчас, да, он начал говорить на втором же занятии, ну, я не буду уж говорить, что я с ним делала, вы не представляете, да, и что я с ним делала, но он начал говорить, и чеченский мальчишка, когда его привели, 7 лет не говорил, 7 лет чеченский мальчишка, у него уже было отставание в развитии, конечно, серьезное, и когда он заговорил, примерно через месяц заговорил, и я где-то примерно полгода с ним занималась, потом позвала папу, говорю, я все, я сделала все, что могла, больше я ничего не могу, я хотела научить его читать, потому что Никиту я научила читать, он сейчас учится в третьем классе, этого я не могла, говорю, пожалуйста, все, я сделала все, что могла, потому что у него, ну, это интернат восьмого вида, понимаете, да, он сейчас учится, но читать он до сих пор не умеет, но говорит. Так вот я к чему, почему я начала интересоваться мозгом, это к вопросу переходим к мозгу, потому что ко мне стали поступать неговорящие дети, Я стала думать, у меня дома библиотека целая, и там целая полка занята книгами о мозге. Я стала думать, почему ребенок не говорит, почему он не говорит, почему лекарство не помогает, почему что-то. Я стала изучать зоны мозга, которые отвечают за речь, и стала читать «Моск Леонардо», книги доктора Джо Диспенса, американских ученых, японских ученых. То есть стала мозгом интересоваться, как, тем более у меня же детки были, как мне нужно было их подготовить в школе. Я же не просто учитель, я же учитель высшей категории, я же не могу с ними играть. Мне надо было, чтобы он в три года читал, чтобы он в три года, в четыре года писал прописанную букву, понимаете, чтобы он экстернатом во второй класс стал. Но я учитель истории, права, общество знаний, поэтому я, знаете, так и детей выпускала. И вот этот мозг, так вот, работает то, что я вам сейчас буду говорить. Вот, понимаете, это работает, это проверенная практика, проверила на взрослых, проверена на детках с нуля до семи лет. Дети, которые приходят, знаете, такие вот все раскрябанные, невнимательные в школе, вот возьмите, которому в садике говорят, что по тебе тюрьма плачет. Представляете, некоторые воспитатели такие, ребенка в шесть лет, Мария Албамовна, она говорит, я не знаю, что делать, учить воспитателей, все от него отказываются, говорит, по нему тюрьма плачет, ребенка шесть лет, а он такой, и он идет в первый класс, сосредоточенный, внимательный, ну, понимаете, умненький, читает, пишет, приходит, и мама до сих пор благодарит, и я рада, я говорю, ну, разве можно такие вещи говорить, да, о детках маленьких. Так вот, что нужно, я сейчас скажу, что я проверила, так сказать, на всех детках. У меня есть в Инстаграме, в Топлинке, пособие тренажер «Уход за мозгом», можете его посмотреть. Здесь вот такая книжечка «Уход за мозгом», она не продается, это значит, то, что я собрала и работала со взрослыми и с детьми, но в Топлинке есть и упражнения. Так вот, что нужно для того, чтобы сохранить мозг успешно функционирующий, молодой до самой старости? Некоторым кажется, что эта проблема практически невыполнимая. На самом деле, все возможно, все возможно. Что нужно для того, чтобы быть здоровым? Нужно заниматься, правильно питаться и высыпаться. Три обычного слова – заниматься, правильно питаться и высыпаться. Что нужно для того, чтобы был здоровый мозг и до конца жизни был здоровый? Нужно то же самое – правильно питаться, заниматься и высыпаться. И вот сегодня мы как раз поговорим о том, затронем только чуть-чуть, как заниматься, как правильно питаться. Я предоставлю слово врачу, потому что все-таки я считаю, что это их прерогатива. Людмила Сиди-Кундальцева, она продолжит мое выступление. Так вот, меня прежде всего заинтересовало, если сейчас здесь есть мама и бабушка, наверное, слышали, то есть я занималась с детками по нетрадиционным методикам. Не как учат где-то, а как вот я хочу, чтобы это было, чтобы было вот прям, знаете, вау, чтобы у него мозг был, ну, супермозг. И я поняла, что это вполне возможно, если заниматься. Наверное, кто-то смотрел, читал книгу замечательную «Масса Руйбука после трёх уже поздно». Кто-то слышал такую книжечку? Знаете, «Масса Руйбука после трёх уже поздно». Там есть для мам вот такая книжечка, а для папы она тоненькая, вот размером вообще полпальчика, потому что выжилки такие, да? Но я когда прочитала, я поняла, что я возьму за основу. До трёх лет мозг ребёнка воспринимает больше информации, чем за всю оставшуюся жизнь. Представляете, что можно сделать? Гениев можно расти до трёх лет, если только с ними заниматься. До трёх лет ребёнок воспринимать можно всё, кучу языков. Он может усваивать бесконечное количество информации. Но мы привыкли за него всё делать, всё. Когда мама приходит, он раз уронил бумажку какую-нибудь, она раз поднимает. Зачем ты поднимаешь эту бумажку? Зачем? Ну, мне не трудно, и ему не трудно, мы всё за ним делаем. Так вот, японец Масару Ибука, запомните книжечку после трёх, уже поздно. Японцы вообще в этом отношении очень молодцы. Замечательная, вы знаете, да, замечательная книжечка Рюта Кавашима. Японская система развития памяти и интеллекта. Я тоже взяла её за основу. Каждый ребёнок, который приходил, они доставали вот эту книжку. Они доставали вот эту книжку. Я говорю, итак, достаем супермозг, они доставали, ставили на подставочке, молча открывали, как по команде. Представляете, работали шестилетние дети. Я ещё тут с Рагитарем прихожу, они уже стоят, уже делают упражнения. То есть только можно надрессировать детей, чтобы они были дисциплинированы, по пальцу могли слушать, что им делать. Никто не выпендривался. Так вот, японцы в этом отношении очень молодцы. У них много разных методик, но я взяла вот японскую систему развития памяти и интеллекта за основу. Кто такой Рюта Кавашима? Это врач, это профессор, который примерно 20 лет назад выпистывал идея у него, на миллион долларов родилась. Он хотел доказать всему миру, что мозг человека может быть успешно функционирующим до конца жизни. То есть он взялся за эту, так сказать, задачу. И эту задачу прекрасно выполнил. Он собрал огромное количество оборудования, аппаратуры, которая проверяла, как работает человеческий мозг в разные периоды жизни, когда он занимается разной деятельностью. И пришел просто потрясающим выводом, просто потрясающим выводом. Эти выводы очень просты, как говорится в этом секрете, нет ничего секретного. Но это я говорю к тому, что если бы мы с вами не ленились, вот только лень. Вы знаете, ко мне обращаются дети, поскольку я блогер, женщины обращаются, мужчины. И когда они начинают перечислять, какое количество у них болезней, или что, у них липанические атаки, или они там вот все в этом в ужасе. Я говорю, почему же вы так запустили себя? Какой запущенный у нас нация, какой запущенный народ только из-за собственной лени. Теперь я скажу, вот я начала с проблемы неговорящих детей, я не знаю, к чему это приведет. Потому что они могут не встретить такого педагога, как я, который, когда мне спросят на смертном адресе, что ты сделала в своей жизни? Я скажу, я 5 детей научила говорить. Потому что я считаю, что это очень бы. Я сделала огромную работу, я научила 5 детей говорить. Вот этот Никита, или там мальчишки, которых я научила говорить, мне кажется, даже если ты одному ребенку помог заговорить, это, ну, знаете, спас от интерната восьмого вида четверых, а один все-таки попал в интернат восьмого вида. Это значит, ну, оздоровить нацию. Так вот, я не знаю, к чему приведет неговорящие дети, или дети, которые аутисты, сейчас их просто огромное количество аутистов рождается. И, кроме того, если раньше болезнь Альцгеймера была старческой болезнью, слабоумие было старческой болезнью, то теперь это Альцгеймер настолько помолодел. Вот я только вчера посмотрела информацию. Сейчас, одну секундочку. Я где-то себе записала. С годами Альцгеймер это заболевание нервной системы в основе гибели нервных клеток головного мозга, проявляющихся в развитии слабоумия. С годами увеличивается количество вот этих Альцгеймера. И ученые предрекают, что через 20 лет их увеличится в 4 раза. Альцгеймер молодей. В 30-40 лет наступает Альцгеймер. По неизвестным причинам раньше старики, а теперь 30-40 летние люди уже болеют болезнью Альцгеймера. Так вот, если я начала с того, что 20-30 лет назад не было неговорящих детей, вообще об этом проблемы такой не было, а сейчас они есть. Представляете, если сегодня Альцгеймера 40 лет, то к чему мы идем? Если раньше было Альцгеймера в 60-70, и то 4% населения, а теперь Альцгеймер в 40 лет приходит, а врачи говорят, что клиники Санкт-Петербурга переполнены людьми с паническими атаками. А мне, допустим, звонят женщинам, спасите, помогите, я там хочу повеситься, у меня там вот это все, я иногда в ужасе от того, в каком состоянии находятся люди. Поэтому, как сказал Остав Бендер, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Значит, будем лениться, получим то, что получим. Не будем лениться, как-то спасем. Может быть, все человечество и не спасем, но себя, по крайней мере, спасем. Хотя бы о себе любимом подумать и о своем окружении. Главное – не лениться. Так вот, я хочу показать, каким результатом, значит, пришел Рюта Кавашина, когда проводил исследование о головном мозге. И их я взяла за основу. Я их, вот эти картинки, вот из этой книжки, да, я показывала деткам, маленьким, 3-4, ну, в основном, конечно, перед школой, 5-6-7 лет, потому что они уже соображают. Им я, конечно, объясняла, знаете, понятно, что было, они уже соображают, понимаете, дети. Я говорю, давайте, они все, подойдите сюда, понятно, да, там ко мне 5 человек, пришла группа. Все подходим ко мне, смотрим сюда. Также вам смотрим сюда все. Когда человек просто занимается йогой, его мозг отдыхает, серого цвета, он ни о чем не думает, медитирует. Мы стремимся к этому состоянию, чтобы не о чем не думать, да. Вот, ну, тут картинка такая мультипликационная, но это исследование вот этого литинского ученого. Этот ученый пришел к выводу, что нам нужно включить в работу нейронные связи головной мозг. Как его? Он хотел достичь, чтобы как можно больше частей головного мозга как бы лампочками загорались и работали. И когда я это поняла, представляете, я думаю, ага, как же мне эти, чтобы дети заговорили. Я думаю, если я все части мозга, ну, таким своим, да, умом, научным, если я все части мозга этого ребенка включу, да, они начнут как лампочки зажигаться, все отделы головного мозга. Может быть, когда вот эти нейронные связи начнут между собой прыгать и по всему мозгу, может быть, они захватят зону верника, да, который отвечает за речь. Может быть, они всколыхнут, вот этот мозг начнет полыхать, начнет красным быть, становиться от того, что мы будем, я буду с ними делать. И ребенок начнет, ну, говорить, начнет умнеть. И так оно и случилось. Вот я это проверила на детках. Как только ребенок, и то, сказал Рюта Кавашима, самое большое количество отделов головного мозга включается в работу при следующих действиях. Первое – чтение, второе – счет в уме, и третье – решение примеров чтения, письмо от руки, и третье – решение примеров уровня начальной школы. И все на время, все на время. Итак, у меня что было? Если читаем 5-6 лет, прямо они выходят, да, читали только, стояло это за минуту, сколько за минуту вы прочитаете, они выходили, и к первому классу они стали 150-170 слов в минуту. Сейчас не каждый из вас прочитает столько, 150-170 слов в минуту. Представляете, как у них, сейчас я покажу, раскалялся мозг. Я подходила, говорю, посмотри, какой у тебя сейчас мозг. У меня, я говорю, посмотри, у тебя щеки красные, у тебя пара из ушей идет, посмотри, какой ты молодец. Он такой был, у него мотивация была, чтобы мозг был красного цвета, потому что он читал вслух на время. Затем следующее, то есть три задания у них было, начинало занятие. Первое чтение, это называлось проверка техники чтения. Второе, счет в уме, я ставила, переворачивала, значит, эту вот песочницу. И так начинает, и говорила, 2 прибавить 2, 3 отнять 1, 6 прибавить 7, 8 отнять 4. Ну, вот понимаете, да, вот примерно уровня начальной школы. Потом уже 24 отнять 12. И когда я видела, ребенок вот так закатывал глаза и молча стоял, у него потек, он, у него так, я видела его, не то, что он стоит думает. Он, конечно, старался, чтобы он ответил, 28 прибавить 12, да, в это вот, ну, 5-летний, 6-летний ребенок. Видите, какая трудная задача перед ним стояла? И он вот так закатывал глаза и видел какие-то мыслительные процессы. Я думаю, боже мой, у него сейчас мозг красный становится. И он отвечал, 20 примерно, 20-30 примеров минуты он решал в 5-6 лет. Это же потрясающе, это потрясающе. Не каждый из нас сейчас так сможет. А затем письмо. Как только мы начали, он, ну, печатными я не сразу прописаны буквы, но я учитель, я знаю, да, у меня каллиграфия есть, курсы о каллиграфии, вообще, ну, могу писать как первоклассник, да, поэтому я знаю, как правильно писать, куда повести, как из одной буквы перейти в другую, как из букву Б, там, все такое. И мы начинали писать, и когда он сидел с высунутым языком, писал все у него, понимаете, и в итоге он перед началом занятия посвятил 5 минут, 5 минут всего, но у него он читал вслух, он решал, к примеру, уровня начальной школы вслух за одну минуту, и он писал. И представляете, какие детки становились, боже мой, это, это просто чудо какое-то. И вот двое у меня ушли экстернатом во второй класс, просто экстернатом, остальные все отличники в первом классе, они, они успешные, они приходили готовые, они приходили сосредоточенные, внимательные, потому что потом мы делали упражнения, сейчас я покажу, как вы. Итак, смотрите, что происходит, когда ребенок решает примеры, вот, ну, тут пришлось нам две таблички, там будет, ладно, ну, я так сфотографировала неудачно. Вот на время, посмотрите, не на время решают примеры, сидишь, допустим, там, в туалете где-то, да, и решаешь мозг, значит, не серый, немножечко, да, красного, а вот на время, представляете, сколько, какое количество отделов было в моем мозге включается в работу, когда на время. Вот эта, вот эта книга, она вся состоит из примеров, тут ничего нет в основном, то есть, а только примеры, то есть, бери, открывай ее и решай, и внизу, вот, за сколько ты это выполнил, можно одно и то же, просто, это вот, вот говорят же, все гениально, просто, на время, ставь вот это за минутку и решай, на время, и так. Теперь, значит, здесь, не на время, а сложный пример, вот можно, да, вот какую-то задачу, не особенно работает мозг, это, в общем-то, вот такое, я тоже думала, может, как будто сложную решать задачу, будет что-то, но оказывается, ничего. А можно нам? Может быть, это перима на мозг? А? Перима на мозг, уже долго, несколько лет. Наверное, наверное, задача, да? Теперь, значит, смотрите, когда мы смотрим телевизором, я всем показывала, детка, дети, посмотрите, когда вы смотрите телевизор, у вас мозг не работает, только те зоны, которые отвечают за зрение, поэтому называется тупой просмотр телевизора, не надо смотреть телевизор, детям нужно объяснить на примере, вот, показать эту картинку, что когда вы смотрите телевизор, мозг не работает ваш, вы же не хотите быть дураком, не хотите быть, да, нужно объяснять, на картинках деткам показывают, разговаривать, объяснять, они все понимали, главное, им объяснить нужно. Теперь смотрите, когда вы пишете, посмотрите, сколько работает зон головного мозга. А теперь, смотрите, когда вы читаете про себя немножечко, но мозг работает все равно. У нас сейчас не читающее поколение, странно, конечно, но тем не менее. А вот когда вы читаете вслух, посмотрите, поэтому дети у меня читали вслух, читали, писали. И когда, представляете, у них одновременно мозг загорался, красного цвета становился. И вот в этом, когда вот это им все показываешь, они еще, если эта картинка висит перед ними, да, они подходят, и вот посмотри, какой у меня мозг был, посмотрел у меня, какой мозг был. Они потом будут другим деткам об этом рассказывать. Так вот, теперь посмотрите, что сейчас происходит, да, пишем мы практически мало, мы практически не пишем, от руки именно. Ну вот, я не знаю, как у вас, у меня вот каждый год вот такая книжечка, да, все по фен-шую, красного цвета, золотая. И вот все, я, видите, даже врать не буду, она вся исписанная. То есть я только пишу от руки, только от руки пишу. У меня даже нет компьютера, я вам скажу, ни ноутбука, ни компьютер, только телефон. Так вот, детки, когда приходили, они, допустим, левши, я говорю, переочивать не будем. Он будет писать и левой, и правой. И мы развивали и левую, и правую руку. Я говорю, родители, вы не против, если я из вашего ребенка сделаю амбидекстра? Ну что это? Что это? Амбидекстра. Я говорю, у вас ребенок будет просто, говорю, понимаете, киборгом. Потому что, вот Машу возьмите, Мария Шарапова, она же амбидекстра. Она, у нее, она и правой, и левой рукой работает. Когда противник, ну она, да, и стоит, допустим, правой, противник думает, что она сейчас оттуда берет, перекладывает и бьет левой рукой. Вот это амбидекстра, которые могут и правой, и левой. И вот у них была тетрадочка на две части, он писал правой, перекладывал руку, это в 5-6 лет, и писал спокойно левой рукой. То есть, если он был правша, я его писать заставляла и левой рукой, и правой, и левой. Я говорю, дети, вы будете в школе много сильнее, много совершений других детей, вы будете писать и правой, и левой рукой, понимаете? Я не знаю, как сложилась судьба у многих у них, продолжали ли они писать. Но те родители, которые понимали, они поддерживали это, а потом мы писали еще двумя руками. Вот сейчас была бы возможность, мы бы с вами попробовали одновременно двумя руками. Если кто-нибудь ВКонтакте, единственное, что я никогда не рекламировала, не в детский центр, сейчас там работает моя ученица Ирочка, она боялась, но она была 7 лет со мной, и говорю, Ирак, мне кажется, я тебя научила такому, чтобы не научить ни одну в ВУЗе страны, поэтому работай смело, и родители ей поверили. У нас там есть внизу тетради детей, где они правой рукой, левой рукой, ее личный ребенок, двое деток, они пишут двумя руками, и очень умные девочки, очень развитые. Там в три года они читали, в три года, в три года читали дети спокойно, букварь, потом книжку, они приходили на занятия, садились в угол, открывали, снежная королева сидит, читает и хохочет, главное, понимаете, понимаете, что-то. Мама второго родила и говорит, слушай, я вообще проблем не знаю, она садится в угол, берет книжку, читает, смеется, и так радостно. Какое счастье, да, какое счастье, в три года. Это все возможно. Зачем вы мучаете ребенка? Да никто не мучает ребенка, никто его не мучает, играя все, ему в радость. Не надо, что его мучают, надо использовать возможности, которые работают, к сожалению, этого не происходит. И так, не пишем, да, от руки ничего, поэтому мозг, вот это, представьте, раз не пишем, вот эти отделы мозга уже не работают, нейронные связи уже не образуются. Ну, раз отделы мозга не работают, ну, что вы хотите, да? Альцгеймер стоит за спиной и говорит, привет. Все хорошо, продолжай, я вообще тут рядом всегда и буду. Теперь, значит, читай. Ну, вот, кто, вот, я всегда говорю, у меня учеников приглашают, уже взрослые, под 40 лет им, в гости приходите, они соберутся, а потом один говорит. Нет, я, знаешь, я не пойду, Анна, это что ты, мы же обещали, Бас Николаевне. Нет, она сейчас спросит с порога, что вы читаете, я ничего не читаю, поэтому, понимаете, это очень важно. Вот, когда, мне, например, интересно общаться с людьми, которые читают, чтобы можно было обсудить, понимаете, вот обсудить что-то. Вот, прочитала Водолазкина, да, Лавр, ну, потрясающих, ну, с кем-то же хочется поделиться. Вот, сегодня мы с Людочкой идем на спектакль, да, Лавр, поэтому, вот тогда уже, когда ты прочитал, ты уже знаешь, о чем там пойдет речь. Чтение, вот когда один мне спросил ученика, зачем читать, Любовь Николаевна, ну, вот я вроде и так все знаю, вот вообще, а я вот недавно поняла, зачем читать? Для удовольствия, для наслаждения, для удовольствия. Вот я сейчас начала перечитывать Гузель Яхину, Зулиха открывает глаза, не для того, чтобы опять вспомнить ГУЛАГ, переселение, так сказать, великое-то народов, да, не для этого, а чтобы насладиться слогом, потому что это потрясающий писатель, который, Улицкая написала такой отзыв об этой книге, что наконец-то родился самобытный такой писатель, который вот говорит именно тем языком вот национальным. Такой слог, это такое удовольствие, читаешь и прям вот, как говорится, балдеешь от того, что ты наслаждаешься этим слогом, который наконец-то, потом после него неделю, там, две не можешь ничего остального читать. Значит, и так люди не читают, детки читать не хотят, не пишут, да, и сейчас я вас спрошу, некоторых кому 60-70 лет, таблицу всю умножение, вы тоже не всю ее скажете, да, поэтому теперь посмотрите, а мы говорим, откуда появился Альцгеймер в 30-40 лет? А откуда, как доктор Берг знаменитый, да, вот это очень, он говорит, ни в коем случае, тем более при включенном блютусе не держите вот так телефоны, вы же гробите себя, люди, вот так нужно только держать телефон, либо перед собой, ни в коем случае, а люди вот так же держат телефон, да, а там еще блютус включен, все, мозги просто в хлам убиваются сразу. Итак, вот это исследование японского ученого Руты Кавашима, если, значит, какие-то выводы у вас в этом смысле появятся, пожалуйста, делайте, тем более дети, наше поколение растет, как оно будет вообще жить и во что это выльется, неизвестно. Кроме вот этого, значит, есть масса упражнений для мозга, если кто-то думает, что простое, что мы сейчас будем делать, оно не работает, работает, все работает, главное это делать. Ну, включите в свою утреннюю зарядку, если вы кто-то делаете упражнение для мозга. Глаза, например, они же связаны тоненькой ниточкой с мозгом, поэтому любое упражнение, даже для глаз, сетчатка глаза, оно тут же сказывается на работе мозга. Поэтому любое перекрестное движение, вот работой глаз можно остановить паническую атаку, любое перекрестное движение это уже для мозга. Перед занятием, вот, понимаете, как ребенок, да, его приходит, он где-то играл в песочнице, его вырывают, говорит, иди, садись, делай уроки, как мама, да, а он играл, он там в машинке, там и что-то делать, его вырывают, садись, делай уроки, или так рассказываем, не стихотворение. Не будет он это делать. Как начиналось занятие, вот они приходят, они еще где-то там, они маленькие же еще. Вот, деток обожаю, потому что вот надо любить детей, чтобы работать с детьми, надо и хоть, я была в школе уполномоченным по правам ребенка. Как сказал Рамзан Кадыров за Путина, пасть порву, я пришла к директору, сказала, за ребенка пасть порву, понимаете, надо любить ребенка, чтобы вот его просто так вырвать или бить, или еще, и посадить, и сказать, садись, делай уроки. Вот, пришел, давай, успокоимся, пять упражнений для мозга сделали, мозг тут же пришел в рабочее состояние, он тут же сконцентрировался, а потом он уже там, его можно не трогать. Любое, любую таблицу или что-то такое дать, но чтобы он как-то сконцентрировался, и только потом, я всем родителям говорила, пожалуйста, перед уроками, перед тем, как выполнять домашнее задание, сделайте пять упражнений для мозга. Он уже знает, какие, а потом только пусть он садится делать уроки, это с уважением к ребенку, с любовью к ребенку. Итак, мы сейчас сделаем несколько упражнений для мозга, мы все не успеем, я не хочу оторвать время, кого еще, Людочка будет выступать, и затем мы перейдем, то есть мы сейчас говорили о заниматься с мозгом. Помните, чтобы мозг был здоровым до конца жизни, нужно правильно заниматься, правильно питаться и высыпаться. Я расскажу только о том, как заниматься, о том, как правильно питаться, скажет врач, хотя я тоже примерно представляю это и немножечко упомяну. Итак, упражнение для мозга. Давайте, давайте, стойчки возьмем. Значит, сначала очень простое упражнение, у нас нету столов, оно называется ладонь-ребро-кулак. Ладонь-ребро-кулак. Давайте, давайте, давайте сделаем, да. Значит, сначала на коленочках тогда будем делать, на коленочках. Давайте мы сделаем так, друзья, чтобы попадать в такт, чтобы никто не был в лесу по дровам, будем делать все вместе, спокойно. Берем начало правой рукой. Ладонь-ребро-кулак. 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 Хорошо. То есть мы сейчас не будем это отрабатывать. Это вы дома отрабатывайте, как хотите. У меня есть у мамы, у подружки недавно умерла. Я сколько раз приходила. Нина Артемовна, я вижу, что слабоумие разбивается пышным цветом. Я говорю, Нина Артемовна, встаем, делаем вот это упражнение. Да ну, Люба, мне это все. Слабоумие просто убило эту женщину. Поэтому вы дома тренируйтесь. А здесь просто покажу, левая рука. Ладонь-ребро-кулак. Ладонь-ребро-кулак. Быстро. Хорошо. Двумя руками. То есть потом уже когда... Видите, мне тут не слышно. Если бы на столе, конечно, было бы лучше слышно. Приготовились. Двумя руками. Тихо. Ладонь-ребро-кулак. Ладонь-ребро-кулак. Колечки, ну, слишком просто будет. Надо пожилым людям. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Да? Потом обратно. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Это... Потом по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можно вверху. Можно за спиной. То есть по-разному. Мы будем делать сложно, которое детям дается просто в легкую. Просто в легкую. Итак, смотрим на свои руки. Вы-то, кстати, логопедические все упражнения, знаете. Одна отсюда начинается, а другая рука отсюда. Теперь не надо на меня смотреть. Каждый смотрит на себя. У меня есть женщина, бухгалтер Леночка. Она делает это так быстро, что у меня даже не успеваю вообще. Она делает это моментально. Вы про себя. Итак, приготовили. Сделайте. 1, 2, 3, 4. Обратно. Все, девочки, вы поняли вашу проблему, да? Вы поняли, кто за спиной у вас? Пальцы лишние. Вы не смейтесь. Каждый на свои руки смотрит. Я проверю сейчас. Эльвира. Тараучий. Ну-ка, не надо не отлынивать. Я понимаю, почему в сервисной сцене нет Майн Манза. А что с мозгами в мире? Почему-то нет Майн Манза никакого. Ну-ка, 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 я смотрю на все. Так, логопед работает над собой. Так, продолжаем. Продолжаем. Вот это, значит, делать дома. Теперь, значит, возьмем кошка-корова. 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 быстро теперь кошка корова кошка корова кошка корова кошка корова хорошо ухо нос приготовились подержаться ну как детки приходили вечером приходили как правило маленькие приходили которым 2 вот маленькие которые 2 годика 3 годика не утром на занятия приходят утром делают мы с ними мы с ними делом простенький вот так они они маршируют маленькие детки которым полтора годика 2 помните раньше маршировали да а теперь дети не могут это делать они не могут вот это движение сделать а это перекрестное движение это для мозга и мы их учим эту ножку подняли вот представляете вот которым полтора два годика не потом только начинает по залу маршировать это тоже для мозга потом вот это простенькая, тоже им очень трудно дается, тоже перекрестное движение. Потом, может, а не заберет, да? Тоже трудно деткам дается. Это для маленьких совсем. Для больших-то это деток уже не пойдет, им нужно посерьезнее. Теперь, значит, можно сидя это упражнение делать, это очень хорошее упражнение и для глаз, и для мозга. Это и предупреждает вот груболезнь Анцгеймера, слабоумие и все остальное. Значит, перед собой правую руку и смотрим на свой ноготь. Дальше, что мы делаем? Будем вверх и влево. Пожалуйста, будьте внимательны, вверх и влево. И смотрим, голова не вращается, только глаза. Поехали. Ленивые восьмерки. Смотрим глазами на ноготь. Медленно. Вот сейчас мозг очень хорошо работает, потому что сетчатка глаза связана с мозгом. Не надо запишить один. Только глазами. Два. Так надо сделать четыре раза. Четыре восьмерки. Меняем. Просто я время экономлю. Основу вверх и влево. Смотрим на ноготь только зрачками. Пытайтесь, видите, как даже зрачок напрягается, потому что восьмерка большая. Один. Медленно. Они называются ленивые. Так делаем четыре раза. Соединяем. У деток это очень трудно получается. Приготовились. Смотрим вверх и влево. Одновременно зарядка для глаз. И так четыре раза. Сейчас мы не будем. Мост наш. Но тем не менее. Упражнение. Их много. Как остановить паническую атаку. Атаку у меня это есть на ютуб канале. Это нейрофизиолог в Черногории говорил. Значит мы должны быстро разводить глаза. Вот хлопнули. И теперь разводим глаза в разные стороны зрачки. Опять раз. Разводим. Я не знаю, как это работает. Вы пытаетесь как бы уследить за двумя руками. Раз. И разводить зрачки в разные стороны. Как бы смотрим на обе руки. Вот это упражнение оно снимает паническую атаку. Ну это понятно, да, что зрачок связан с мозгом. Где-то какой-то спазм снимается. Паническая атака прекращается. Это работает. Это вот если вы, я знаете, иногда на себе про панических атак у меня, слава богу, нету. Но когда у меня какое-то напряжение, движение, да, я вот это упражнение сделаю и потом еще эту не звездочку, снежинку глазами и мне становится спокойно. Вот проверьте, чтобы спокойно стало. Можно, грубо говоря, подышать или еще что-то. Можно сделать вот эти упражнения. Теперь снежинка это глазами. Вверх-вниз четыре раза. Справа-влево четыре раза. Диагональ вверх-вниз. Диагональ в другую сторону. Снежинку рисуем. Снежинку рисуем. Теперь я начну. Это очень долго можно говорить про мозг. Очень интересно, кстати, мозг Леонардо. До Винчи я имею в виду. Теперь, поскольку теперь, значит, как кормить мозг. Кроме того, что заниматься, нужно еще и кормить мозг. Понимаете, да? А детей порой требуют очень всего. А нос-то ненакормленный у ребенка. Вот, значит, я выписала, буквально записала выступление доктора Берга. Немец, знаете, да? Наверное, на ютуб-канале доктор Берг очень уважаемый. Вот Людмила будет тоже о нем говорить. Значит, часть, одна из частей мозга это гиппокамп. Которая отвечает за обучение, за память и так далее. Омега-3, то, что у нас есть, да, в арсенале, составляет 20% серого вещества в мозге. И она помогает сетчатке глаза. Простая омега. 20% это серого вещества. Омега-3 очень важна для мозга и нервной системы. А сетчатка глаза это продолжение мозга. Она позволяет вам видеть. Омега снижает окислительный стресс, уменьшает воспаление мышечный, антиоксидант, повышает нейрофизический фактор мозга. Это помогает мозгу расти, повышает число нейронов, увеличивает объем гиппокампа. Когда мы стареем, гиппокамп уменьшается. Это влияет на способность к обучению и запоминанию. А еще, если дефицит омеги, жиров, гиппокамп уменьшается. Если принимать омегу-3, мы очень поможем гиппокампу, улучшим способность к обучению. Омега входит в состав синапсов, то есть связи между нейронами. При дефиците омеги может появиться синдром дефицита внимания и гиперактивность у ребенка, дислексия. Польза огромна. При кормлении грудью беременным обязательно нужно принимать омегу. При формировании мозга и сетчатки у растущего ребенка зависит от омеги. Если не кормят грудью, а смесями, вся сетчатка глаза формируется по-другому. Представляете, самое простое давать омегу. Она влияет на IQ и на умственные способности лучший источник омеги это жирная рыба, печень трески или из водорослей или из пищевых добавок.